И тут же, короче, он рассказывает, что он жил именно в этой семье, именно в семье Дарси, да, вот, и что, типа, отец Дарси, он как-то вот своего сына так именно не любил, как именно любил его, потому что больше так получилось, что он, типа, как, был, типа, как воспитанник, да, он, типа, находился там и жил там. И, короче, что именно отец его тоже считал как своим сыном, и как-то больше его он любил. И, конечно же, когда уже после смерти, да, то он также, типа, дал ему завещание, то, что он тоже имел там право тоже на какую-то там часть, и также там и какое-то количество денег, и получилось так, что он, типа, короче, я рассказал, типа, что ему не дали, типа, этих денег и так дальше. Ну, короче, он там, короче, она рассказывала ей такие сказки, ну, короче, обманул, и всю правду он ей не рассказал. Вот, и тут получается то, что, когда уже, вот, возвращаемся вперед, там, где, короче, когда уже Дарси прилагает руку и сердце Лизе, да, и она ему отказывает, и она начинает ему говорить по поводу того, что он, зачем так поступил именно с Джейн, и также с Чарльзом, вот, рассказала, вот, он ей объясняет, что так и так, что именно, ну, он не, ну, типа, что, он не отрицал, что именно это из-за него так вот все случилось, вот, также по поводу, она рассказала по поводу этого солдата, что так тоже произошло, вот, и он тоже сказал, что это все не так, но он не хотел ничего объяснять и разговаривать, и он говорил, что, типа, ну, я все прекрасно понял, что я такой же, там, типа, плохой, ну, я прошу прощения, больше вы от меня этих слов не услышите, что, ну, так что и забудьте, пожалуйста, об этих словах, я все вас прекрасно понял, короче, развернулся и ушел. Ну, вот, она еще постояла, еще и поплакала, и было ей очень обидно, и потому, что она прекрасно понимала, что все-таки она в него уже влюбилась, все-таки у нее уже были эти чувства, ну, и плюс у нее очень была большая злость на него, и даже больше и не только злость, но и обидно, особенно за Джейн, что именно так он, именно поступил. И тут, короче, когда она еще находилась у своей же сестры, у, как ее, господи, у Шарлоты, вот, и тут же же вечер, все, и тут, короче, она стояла, и тут заходит же же Дарси, вот, дает ей конверт с письмом, говорит, я просто сейчас уезжаю, вот, ну, я тоже не хотел ничего вам говорить, я все вам написал именно в этом письме. Я думаю, вы почитаете это письмо, вы потом поймете меня, что и как, к чему произошло. Вот, положил письмо на окно и сам развернулся и, короче, ускакал на лошади. Ну, она взяла это письмо, начала читать, и тут же, конечно же, он рассказывает по поводу Джейн, да, что почему так произошло, почему он именно решил так сделать, из-за того, что ему не понравилась именно ихняя семья, особенно матушка. И, ну, короче, он конкретно все расписал, вот, и тут начало говорить о солдате, что все-таки было это не так, то, что, да, правда, действительно, что его отец даже любил больше, чем именно Дарси, что, действительно, он ему оставил некоторую часть, также и по поводу денег, и эти деньги все были выплатены ему, и, понятное дело, что этот солдатик эти деньги просрал очень быстро, и потом, конечно же, в Дарси начал, ну, именно, начал, короче, выпрашивать еще больше денег, потому что тех уже денег не было, так как он считал, что он тоже, типа, как часть семьи, типа, что он обязан, типа, ему еще давать именно деньги. Ну, конечно же, после этого Дарси, короче, сказал, что никаких больше денег, ничего тебе больше не надо и не будет, и на этом, короче, типа, они расторгнули это все, и, типа, что они с друг другом, типа, не общались, не виделись, и друг друга, типа, они не хотели даже и знать, ну, типа, в таком вот варианте. Когда она это все прочитала, она просто прекрасно подняла его, и, конечно же, эти слезы, она очень хотела, конечно же, все-таки его увидеть, ну, прекрасно понимала, что уже все, поезд ушел, потому что она думала, действительно, что он уже уехал, ну, типа, в Лондон, вот, и она его уже не увидит. Вот, и тут прекрасно такое вот было, приезжает же, она уже домой, и тут уже как раз и приехала из Лондона и Джейн, вот, и уже тоже домой побыла она там, и немножко отдохнула, но так как она и в Лондоне и не встретила именно Чарльза, так же она с ним не смогла и поговорить. Ну, она, Лиза, сказала, что все нормально, я уже попустилась, все отлично, я уже не думаю ничего, этот я подумала, осознала, решила, что, действительно, если так случилось, значит, так случилось. Хотя, конечно же, душа она все-таки Чарльза любила, и все-таки она надеяла, что все-таки она его увидит, ну, так вот получилось, и сказала, что, Лиза, не переживай, и я себе ничего делать не буду, я не буду впадать в панику, и благодаря нашим родственникам в Лондоне я успокоилась, и даже уже об этом и забыла, так что жизнь продолжается, и у меня все отлично, все будет хорошо, вот. И тут также получается, что приезжает же, что же их не как-то там тетя и дядя, вот, и, короче, тут же предлагает же, а, нет, еще до этого, короче, тут узнают такую вот хорошую историю, что Лидия написала письмо, то, что она убежала и с солдатиком, а именно вот этим солдатиком, который именно знал Дарси, да, который вот именно только хотел бабла, и больше в этом ничего. Вот, ну, он, так как и Линда очень любила вот солдатика, он там что-то ей наобещал, хотя он сам по себе был бедный, ну, и она же была бедная, что с него, что с нее взять, что с него взять. Ну, там же, понимаешь, любовь Линды, там же все, там, солдатик, все, и она, короче, с ним убежала. Тут же, короче, в семье уже истерика, потому что что делать, это же позор, вот, это же Линда теперь опозорит всю семью, и, короче, никто уже не выйдет замуж, и все, короче, кирдык называется, понимаете, в таком вот варианте. Вот, ну, тут же же в шоке все, понятное дело, вот, от этого всего. Но тут приезжает уже тетушка с дядушкой и, типа, говорят, типа, что Лиза, Лиза, хочешь, если что, поехали с нами, немножко отдохнешь, немножко расслабишься, именно, а куда они уезжали? В Мэтлок, вроде, да, типа, в Мэтлок они ехали, типа, что поехали с нами, немножко прогуляешься, побудешь, вот, наберешься сил, вот, и вернешься обратно. Вот, и, конечно же, Лиза согласилась, все, она поехала, вот, и тут как раз они получились так, что они сделали остановку, именно, недалеко от поместья, именно, Дарси, потому что, как раз, они сидели, она тут спрашивает, где мы вообще находимся, они говорят, что находятся в Пентере, вот, и, типа, что она сразу говорит, это же, типа, поместье Дарси. Они говорят, да, конечно же, и дядушка говорит, что тут очень, говорят, что тут очень хорошая рыба, что тут было бы очень классно половить рыбу. И, типа, что, давайте поедем мы к нему, типа, да, посмотрим, что и как, и, может, разрешить, типа, половить рыбу. Вот, она, типа, что нет, давайте мы не будем, вот, они, давай, чего ты боишься, все, отлично. Но она прекрасно понимала, что его в этом поместье нету, потому что он уехал в Лондон, как она думала. Вот, они, конечно же, поехали туда, и в этом поместье, конечно же, жила Увернантка, и также жила именно его родная сестра. Сестру звали Джордания, вот, и, нет, Джорджия, Джорджия звали, господи, вспомнил, Джорджия, то Джордания прям, вот. И, этот, и, короче, они сошли в это поместье, да, поместье очень шикарное, вообще, там, и скульпторы, там, все, что угодно. И, короче, она так прогулялась, посмотрела, плюс она увидела скульптор именно, и, ну, именно скульптора Дарси. Вот, она это все посмотрела, и тоже, что же, вот, это же, Гувернантка тоже говорит, что, а, типа, тетушка, зедушка подошли, я говорю, ну что, и Дарси похожий здесь на себя, а Гувернантка, я так понимаю, что, мадемуазель, типа, знает именно хозяина, а родственники говорят, да, чуть-чуть, немножко знает. Вот, и, короче, они так прогулялись, все, и тут же же, все-таки, Лиза еще решила пройтись именно по самому дому, да. Проходилась, и тут смотрит и слышит, что где-то пианино играет. Она подходит к одной комнатке, ну, типа, в зале, потому что там такая зала большая, и смотрит, что там девушка сидит, она уже поняла, что это сестра Дарси, потому что Гувернантка говорила, что здесь и живет сестра его родная, и если где-то что, она очень любила играть, то даже если вы услышите эти по музыку, то это она играет. И тут, когда она посмотрела, что девушка сидит за пианино и играет, и тут к ней подходит мужчина, и она как увидела, что это Дарси, вот, она просто прозрела и так постояла просто вкопана, а то, когда вот так получилось, что там Дарси, конечно же, обнял сестричку, все, и тут, и как-то вот Дарси оборачивается, и увидел, короче, что стоит Лиза. И, короче, Лиза, давай же убегать, вот, убежала, типа, бежала из поместья, типа, на улицу выбежала, и тут, короче, он же тоже, давай за ней, вот, и давай, типа, там же, общаться, все, она говорила, типа, что я думала, что вы в Лондоне, и если бы знала, что вы находитесь здесь, то я бы сюда даже и ногу бы не вставала бы, ну, в таком вот варианте. Вот, он говорит, я очень рад, что вы сюда, типа, приехали, мне очень это приятно, и надеюсь, вам все здесь понравилось, вот, и, типа, это моя сестра, вот, и, конечно же, я хочу вас познакомить со своей сестрой, конечно же, он ее познакомил, сестричка очень обрадовалась им, она, что, вот, что говорит, что я так и знала, что вы такая очень хорошая, добрая, потому что мне очень много брат говорил о вас, и я надеюсь, что мы с вами подружимся, ну, короче, Джорджи очень понравилась Лиза, ну, и Лизе тоже Джорджи очень понравилась, вот, и, ну, короче, они немножко погостили, и, короче, они уже уехали, вот, и получается так, что, получается, в чем суть, ну, когда она уже немножко побыла, там где-то поездила, и приехала она обратно домой, и тут же же узнают они новость, что Линда, которая убежала с ландатиком, она уже, типа, вышла замуж, но, опять же, кто оплатил свадьбу, конечно же, оплатил Дарси, вот, он прекрасно понимал, потому что Лиза объяснила эту всю ситуацию, что случилось, и, потому что, а, это же письмо пришло, да, когда она еще была, именно с дядей и с тетушкой, она была еще с ними, когда вот пришло это письмо, и по поводу известия, то, что Линда, типа, убежала, вот, у нее был шок, страх и стресс, и, конечно же, и также был Дарси вместе с ними, и Дарси говорит, давай я тебе чем, давайте, давай, типа, я помогу, ну, нет, ничем уже, ты, типа, не поможешь, ничего не получится в таком вот варианте, но, тут, конечно же, так произошло, что все-таки он сделал по-своему, он, чтобы не опозорить эту семью, он, типа, оплатил все расходы и взял на себя, ну, вот, так что сделали свадьбу, вот, там просто что, ну, конечно же, Лиза об этом не знала, ну, все были очень, особенно мама была очень довольная, что слава Богу, что позора никакого не будет, что все-таки Линда вышла замуж, вот, и то, что оплатил, типа, ихний дядюшка, вот, хотя, конечно же, и дядюшка там помог, и немалую часть, больше всего, конечно же, помог все-таки Дарси, именно, чтобы все это произошло, и, так же, плюс, чтобы именно было все отлично, все хорошо, то еще плюс этот же солдатик потребовал хорошую сумму, чтобы, конечно же, жениться именно на Лидии, вот, ну, короче, еще тот, а бы только бы грибсти, грибсти, еще раз грибсти, вот, и тут получается, когда уже все хорошо, все уже счастливые, Лиза уже дома, и тут получается, что, когда уже тоже сидит такая мама, короче, не в каке-что, на диване, ногу на ногу, короче, шатает, девочки своим чем-то занимаются, в комнате такой вот кавардак, и тут, короче, одна говорит, что, боже, к нам идет, ну, типа, в окно посмотрела, типа, к нам идет и мистер Дарси с мистером Чарльзом, «Боже, мама как подлетела, давай бегом же поправлять свои юбки, давай бегом, типа, убирать в комнате, именно, давай же всех порассаживала по своих местах, там, Лиза, типа, что-то вяжет, ну, типа, вышивает, кто-то читает, типа, книжку, она, типа, там, типа, чай, а, типа, да, мама там, типа, вязала, этот, вышивала, и Лиза тоже что-то там делала, ну, короче, каждую ему дала работу, типа, все такие прям примерные, все такие прям, вау, 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 и тут, короче, заходит же, и Чарльз из Дарси, короче, зашли, тут же, короче, все сразу встали, поздоровались, и, типа, мама сразу же, не отходя от кассы, и не дала ни слова сказать, ни Дарси, ни Чарльз, и давай там свое, ла-ла-ла-ла-ла-ла, как я рада, что вы приехали, как я рада вас видеть, и давай начала, короче, не предложила ни сесть, ни чая, ничего, как стояло ей, вот, стали укопанные все, вот так, короче, и она все там несла, 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 и, короче, Чарльз не выдерживает этого всего, и как-то вот не понимает, что вообще происходит, он, короче, разворачивается и уходит, ну, тут тоже Дарси такой стоит, скажем, ну, типа, тоже, простите, и развернулся, тоже ушел, именно за Чарльзом, и Чарльз, короче, тоже шатается туда-назад, типа, по улице, типа, говорит, боже, ты представляешь, нам даже не предложили присесть, нам не предложили даже чая, знаете, я сразу такой вот возмутился, типа, в таком вот плане, вот, и, во-первых, что все, я сейчас возвращаюсь обратно, все, я ничего не хочу, типа, чтобы там как-то вот, и что будет, то и будет, я все-таки хочу предложить руку и сердце, типа, Джейн, и все, типа, этот, он, короче, возвращается обратно, а тут опять они стоят укопаны, ну, Чарльз не растирался, сразу, типа, говорит, что, я прошу прощения, можно, типа, нас оставить наедине, типа, Джейн, я хочу с ней, типа, поговорить, ну, конечно же, мама такая счастливая, конечно же, опять же, всех выпихает, опять же, все возле двери стоят, и опять же, все слушают, что же там будет сейчас, и тут, конечно же, Чарльз объясняет эту всю ситуацию Джейн, что как произошло, что он очень к этому жалеет, и, конечно же, встает на колени и предлагает руку и сердце, и тут, конечно же, Джейн в шоке, она расплакалась, и, конечно же, она согласилась, она этого ждала, она его любила, хоть, конечно же, она всем говорила, что она уже его и забыла, что все хорошо, все отлично, вот, ну, конечно же, уже, она осталась в восторге, и тут уже дверь открывается, мама уже счастлива, ой, боже, услышала, что уже предлагали уже замуж, все, она уже радости не моей меш, как говорится, вот, так что тоже, ну, и просто, что, опять же, Дарси, опять же, это все сделал, и, опять же, он понимал, что он сделал такую вот ошибку, и не хотел, чтобы Лиза думала, что он такой вот плохой человек, вот, и, опять же, так вот произошло, ну, Лиза уже поняла, что это, благодаря Дарси, именно это все произошло, по поводу именно Чарльза и Джейн, вот, конечно же, она очень была в восторге от этого всего, очень была счастлива этому всему, вот, и что там еще такое было, чтобы не забыть, ну, вообще, ладно, ну, что, ну, по сути дела, все, конечно же, было отлично, потом, и они как-то вот встретились, и тоже начали там общаться более, потом уже, когда она узнала, Лиза, что и благодаря Дарси, что вот именно ихняя семья не пошла в разгул из-за Линды, что Дарси все-таки позаботился, чтобы все-таки была свадьба, что все было отлично, что тоже немаленькую сумму вложил туда, вот, она просто была в шоке, конечно же, и они поняли друг друга, что они любят, и все-таки он предложил все-таки руку и сердце, и она говорила, что в данный момент я, конечно же, за, ну, надо, конечно же, спросить отца, разрешит отец или не разрешит. И получается так, что пошел сначала он к отцу, он пообщался с отцом, потом она стояла, ждала, потом вышел и Дарси, он ушел, и зашла, конечно же, Лиза, и начали не общаться с отцом, ну, а отец же что же объяснил, рассказал, что к чему, согласна ли она, и он говорит, я не могу тебя понять, ты же вроде была противница, чтобы он именно, а тут, короче, когда она ему рассказала всю ситуацию, что он сделал, и Жжейн, что вот именно такая вот ситуация, с Линдой, отец просто, она просто был в шоке, что именно благодаря именно Дарси вот так все это супер произошло. Конечно же, он согласился именно, чтобы она вышла за него замуж, вот, радости было тоже очень счастливо, все, она ушла, ну, конечно же, как получилось, что она тоже вышла замуж за Дарси, и получается то, что она жила именно в поместье Дарси, там, где она находилась, там, где и сестричка жила, да, вот, а Джейн жила именно неподалеку от, ну, от своей семьи, и понятно, что было очень тяжело, было очень сложно, потому что матушка, можно сказать, жизни не давала, потому что больше всего всегда она бегала туда, и вечно, ну, потому что рядом же живут, понятно, и постоянно, если что, постоянно она там, ну, короче, жизни толком она не давала, и, короче, Чарльз и Джейн решили, короче, приобрести неподалеку поместье от поместья Лизы и Дарси. Вот, так что там было 30 километров от, друг от друга, им надо сказать, что не очень так и далеко, потому что они очень часто, я же говорю, что очень сильно, конечно же, Джейн и Лиза, очень, так, очень сильно, крепко, очень-очень они, вот, общались и дружили между семьями, как говорится, вот, и, конечно же, они помогали по поводу и Линды, потому что Дарси помогал, потому что тоже описала Лизе Линда, типа, чтобы, если что, можно там, типа, чтобы ты поговорила, типа, с Дарси, чтобы он, типа, если есть какая-то работа, типа, чтобы, типа, они могли бы, типа, жить у них, типа, в поместье, да, типа, чтобы что-то там, где-то что-то делать, и за это, типа, чтобы он платил, вот, Вот, ну, если, ну, типа, чтобы она, типа, Лиза попросила в Дарси, чтобы так вот сделать. Ну, вот, а если, конечно же, ничего не получится, то чтобы, типа, Лиза, типа, не признавалась о Дарси, что Линда, типа, писала и предложила вот такую вот ситуацию. Ну, конечно же, этого такого не происходило, все-таки этого и не хотела Лиза, но Дарси все равно, типа, обеспечивал их жизнь, понятное дело, потому что там, они очень бедно и жили, именно, с солдатиком и Линда. Ну, так что, как говорится, семья Дарси, да, и Лиза, они постоянно им помогали, именно, в жизни. О, также, ну, почти все вышли замуж, кроме одной сестры, которая такая была тихенькая, которая, вот, она только музыка для нее была, она только, вот, играла. Хотя, конечно же, она не была такой вот, прям, шикарной пианисткой, там, и шикарной пиуней, ну, вот, такое, знаете, что-то, как вот, тыть, и по-русски драсьте, понимаете, такое что-то. И не певичка, и не музыкантша, ну, как говорится, танцору что-то мешает, так и тут что-то мешало, потому что она считала, что вроде что-то она умеет, но, по сути дела, такого конкретного она, прям, не была, прям, асом чего-то. И, понятное дело, что, как-то, вот, она больше всего осталась именно с родителями, и, можно так сказать, что она, именно, ухаживала за родителями, и так она, короче, осталась жить именно с родителями, вот такая вот ситуация. Вот, а так более все, именно, нормально, вот, жили, я же говорю, кто кому помогал, вот, и как-то вот так все было. Ну, конечно же, мама была очень счастлива, что за такой вот маленький период, типа, что почти все дочери, типа, вышли замуж, вот, именно, что за очень достойных мужей. Хотя, конечно же, я не могу сказать, что Линда вышла за достойного мужа. Совсем ни за какого достойного мужа она не вышла. Так что, мои хорошие, такая вот именно хорошая история о книге «Гордость и предубеждение», потому что, действительно, очень достойная книга. Кто не любит читать книги, посмотрите фильм. Вот, действительно, очень интересный. Конечно же, в книге намного лучше все раскрыто, чем в фильме, это да. Но, если у вас нет желания читать, вот, или нет желания послушать меня, то просто-напросто можно включить, посмотреть этот фильм. И, надеюсь, вам очень-очень сильно понравится именно вот этот фильм. Потому что, действительно, роман очень достойный. Я же говорю, я не любитель классики. Но, как-то для меня, вот, классика как-то вот, для меня всегда как-то вот казалось, что это слишком как-то тошнотный вариант. И больше классику я мог бы только смотреть, но не читать. Но, вот, это моя первая книга из классики, которую я вот конкретно вот так вот взял и прочитал. Хотя, нет, я обманываю. У меня очень много было книг из классики раньше. Я все-таки читал. Нет, я читал, я обманываю, читал я. Вот, но то было давно и неправда. Вот, ну, как-то вот мне все равно уже, как-то вот раньше читал, а как-то вот сейчас мне как-то вот не хотелось вообще, вот, допустим, читать классику и даже приобретать именно классические романы. Но, вот, я почитал вот этот классический роман, я остался в восторге. Так что, всем советую. Думаю, вы не пожалеете. Ну, если даже я же врю. Я думаю, что достаточно то, что я рассказал. Ну, я же каждому свое. Так что, суперская книга. И, Ульяна, спасибо тебе еще огромнейшее за такую вот прекрасную книгу. И действительно, здесь намного больше всего расписано, чем в кино. Так что, классный, как хотел сказать, классный фильм. Ну, и классный и сам роман в этой книге. Так что, все супер. Так что, спасибо огромнейшее, мои хорошие, что вы были со мной. Надеюсь, было интересно. Вот, не скучно. Так что, до новых встреч. Целую и люблю. Вас Игорь. Пока-пока.